Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 89. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы 9 марта 2016 года. Прочитать не будем, но прочитайте, так я все время говорю, как бы вступление в эту тематику, почему везде именно то, что есть в Эдмина, Трусосе, Обман. С этим царь ушел, и это все вплотную подошло к той же развязке, потому что всюду и везде Измена, Трусосе, Обман. Везде. Ну и дальше вот вопросы, чтобы мне писали прямо на наш форум. В контактах я не бываю, а модераторы переносят, много времени уходят, а потом ответы туда дают. Ну и вот тут так. Теперь объявления, чтобы помогли ролике, краткое содержание дать, на какой минуте, где, о чем говорится. Вот прочитайте, считать не будем, посмотрите. Так, возьмете, прочитаете. И вот это вот перевести на нашем сайте, что есть там много в аудио, книги, насчитанное видео, что-то вот в это надо перевести, чтобы можно было дорогой людям считать. И мне в скинете я поставлю. Ну и объявления у нас идут занятия. Где я ставлю вопрос, это означает, что я скрываю. Люди сами не скрывают, но я знаю, что на них набрасываются недобрые люди. Есть такие, которые преследуют людей, которые со мной знаются, их поносят, ругают. Вас бес сидит, там от Лапкина бес пришел. То есть бесноватые, видно. Такие слова говорят бессмысленные. Вот. И я их потом под вопросы ставлю. И вот он один мне пишет. Можно отнести к греху ростовщичества человека, который сдает квартиру и живет на средства от такого дохода? Я отвечаю. Нет, это его дивиденды. Сдают в аренду землю на поддержание машины, лыжи на базе. Он снова говорит. А если он живет только от этих денег и более нигде не трудится? Отвечаю. Он потрудился строить дома. Это и гостиницы, и бунгалы, и танкеры, и нефтеперевозы. Это его законная добыча. Только бы он платил десятину святую. И когда один варил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал. Ах, господин мой. А он взял, был на поддержание. На поддержание за это платили. Ну, как, знаете, что это, тратится. И машину берут так же. Какие-то затраты на то, что уходит дальше. Он снова говорит. Но у него квартира от родителей, а он не трудился над ней. Не трудился над ней. Я отвечаю. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем. Ну, и дальше понятно, о чем речь. Скажешь, какое отношение к этой имеет. Ну, прочитайте несколько раз. Я показываю места Писания, и люди ни к селу, ни к городу говорят. То есть, ну, вникните, о чем речь идет, и почему это место дается. Священное Писание, оно ни к селу, ни к городу. Пример. Господу подходят саддукеи, которые не верят, что у человека есть душа. Что человек не умирает, умирает, когда он в ничто превращается. Но они признают только пять книг Моисеева. Им не надо говорить из Псалтирия, мало, чтобы Давид написал. Им говорят, пророки, да, это были же пророки. И Господь берет именно эти книги и по ним доказывает. А вы читали такое? Написано, я бог Авраама, Исаака, Якова. Он называется. Ну, да. Ну, а как понимать? Ну, да их бог. Он говорит, есть, но не был. Был бы, тогда дело другое. Есть, сейчас, в настоящее время. Когда они уже умерли. Если у отца было три сына, и они погибли. Он говорит, у меня было три сына. А здесь написано, есть. То есть, они живые. Вот такие глаза удивления. И так как же так? Столетиями считали, не видели. Вы прочитайте, о чем речь идет сначала. И дальше. В Святой Библии 249 раз говорится о наследниках. Они полноправные. Могут раздать, могут жить на это. Но как христианин, такой человек должен часть уделять. И кроме Святой Десяти, на нуждающихся. Ради тех, кто трудился для него. То есть, бывших хозяев или родителей. Святая Библия говорит всем нам, что хотя бы ты был и богат, но должен трудиться своими руками, в поте лица своего. О чем говорит апостол Павел. Я пока продергиваю. Вы сами посмотрите, какой это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь мест Писания. Восемь. Девять, десять. Вот, посчитайте. Это об этом говорится. Вот какой ответ десять. Что вам будет давать, которые священники обращаются? Будут они вам давать? Места Писания? Нет, он будет на одном месте. Весь ролик пять минут и кончилось. Вот местописание. Прочитайте. Полезно. Во всех отношениях. В поте лица будешь есть хлеб. То есть, обязан трудиться, кто бы ни был. Павел своими руками трудился. Не компьютерные игры. Дальше. Юрий Соболев. Прекрасная беседа с Сергеем Козловым. Вот именно такого вас, Игнатий Тихонович, и хочется слышать. И слушать каждый день. Тут вы просто воспламеняетесь, исполняетесь духом. Помещаю скобки на всяких случаях. Цензор, в кавычках, выискивающий. Злейших врагов ваших не спят. И каждое здесь слово, как кованый гвоздь. Просто явственная виртуозность миссионерской работы. С событиями дня не сравнить. Действительно, вам нужна трибуна, а не канцелярский кабинет. События дня – это канцелярская работа. Видишь, как все это подметил? Это Зоя Крахмальникова беседовали. Она говорит, вы трибун. Это, подзарядите их, Зоя Крахмальникова. Это писательница религиозная, диссидентка. Исповедница сидела. Молитвенно обнимай, храни Господь. Рассуждаем с братом. Своё легко усваивает своё, человеческое. Легче усваивает подобное. Божественное приемлет божественное. Почему же святоотеческие труды аскетов-подвижников в православном мире затмили, в кавычках, чистое словесное молоко? Слово Божье. И потому ли, что в их творениях всё же больше человеческого, нежели неповреждённого Слова Бога, Всевышнего Святой Библии? Ну понятно. Так я отвечаю. Сравнивать не приходится. Свет Солнца Христа и свет от Света Луны к церкви. И вот места писания. Просчитайте какие. Тут она мне пишет. Тоже имя скрываю. Рай. Спасибо. Я приеду из Татарии. Там у меня мама и братья. Есть дела. По завершению их поеду к вам. Можно ли вас попросить оставить для меня трёхтомник Нового Завета и к истинному православию? А в июле я приеду на крещение и заберу. Тут у нас ролик вчера был составлен. Зашёл баптизм. Он так называться будет. Баптизм из всех сект ближе всех к православию. Посмотрите. Вот как беседовать с такими людьми нужно. Снова один человек заходит. Решил ехать, решил в Россию ехать, жить к той женщине. Там о ком-то он говорит. Называет его. Но я скрыл имена все, потому что они, другие, они просто рыщут. Рыщут. И если ищут, то заваливают их мерзостью. С которой по интернету познакомился. Парень чистый, никогда не был женат. Хвалит её уж очень верующих, кивычка. Имеет трёх детей от разных мужей. Это хорошая, чистая женщина он нашёл. Свихнулся парень. Может напишешь что-нибудь для него. Жаль парня, это погибель. Я ему отвечаю. У тебя опыта в этом деле куда больше на себя сошлись. Ты же сам тоже столько раз женился и разженивался. Меня заставляют, чтобы я помог ему. У меня опыт в этом деле нулевой. Но у нас принято решение в общине, чтобы по интернету не заводили никаких знакомств. И вот мне сегодня скинули такой материал. Он называется так. Ролик. По ПРПЦ сошли с ума. Новошахтинск. Пикет Конгресса. Свидетели Евгова. И вот оно как выглядит. Я не буду показывать. Время много отнимает. Мне брат тут один скинул. Я посмотрел уже. Сами посмотрите. Попробуйте дать рецензию свою. Но обратите внимание на то, как свидетели Евгова крестят. Они крестят не в смерть Христова, а назад опрокидывают. Это положение во гроб. Даже здесь заблуждается. Тишина, порядок. Все в галстуках. И вдруг крестный ход православные идут. Попу больше ничего не могут. Тащат банки пятилитровые с водой. Милиция. Казаки. А ничего сделать не могут. Почему? Это дворкинское научение. А дальше и дворкин ничего не может. Он хитрован. Он не знает. Хоть он какой-то мшизопреник, наркоман бывший. Но тут он понимает. Закон ему не подчиняется. Можно было броситься. Можно было убить. Ну, как он сейчас пишет. В прошлой пятницу или что ли. Четвертого марта. В Йемене. Они там свидетельствовали о Христе. А там кто? Кто зашли-то? Ну, понятно, кто убивает-то. Зашли их. Там четыре монахини. Или просто так женщины. И всех расстреляли. И все. А погибло сразу 14 человек. Ну, а там редакция такая что-то сказала не так. Пришли, расстреляли. Здесь ничего не могут сделать. Там конкретно меры. Понятно, что сатана из человека убийца. Все это делают дети дьявола. Другое им название. Никаких других названий нет. Дети сатаны. Это скажет и переверженцы их религии. А здесь вот конкретно. Посмотрите, как священники, как люди крестятся. Особенно священники, как крестятся. Куда они вот так вот машут? В воздухе все руками машут. Знаете, руками махать и биться это не то. Это разница. И как пришли, и с этим вернулись, облизнулись. Ничего не получилось. Пока вы здесь стоите. А эти люди-то неизвестно, кто они были, кого яговисты крестят. Это свидетель ягов. Кого? Это ваши прихожане. Хватились, когда они приедут, в завершающий момент крестят. Они в это время выскакивают. Ну и все. И все видят, кто вы. К вам близко никто не подойдет. Вам не до меня будет. И это в каждом городе каждый год совершается. Никакой дворкин не поможет. Я не хочу много тут показывать в разных местах. Вот это наша страничка. Моя страничка. Мой мир. Вот видите как. Заведите просто. Игнатий Лапкин. Вы найдете здесь много-много. Все сегодня выставлено. Каждый день выставляется «Жития святых», где мы беседовали с кем, раздача Евангелий, стихотворения, которые поются. В церкви считается «Златоуст». Это у нас каждый день. Вот такое оно все разное. Разное. Ну и вот немножко из этого, с нашего форума. Прочитай. Непонятно, что ни фамилии, ничего. СИГМ 43 года Барнаул. Игнатий Тихонович, мир вашему дому. Как вы относитесь к царю Николаю Второму? Ну, кому, какое дело, как я отношусь. И что от этого изменится, как я отношусь. Я ему молился, когда его еще не канонизировали. И зарядите на нашем форуме Николай Второй. Николай. И вы все там найдете. Просто время тратить не буду. Дальше. Доброго здравия, пишут редкие гости. Игнатий Тихонович, как вы считаете, сегодня можно назвать язычниками тех, кто курит, употребляет алкоголь и ведет разный разлагающий образ жизни? А то церковь все набрасывается на, так сказать, сектантские кавычки сообщества. Такие, как Анастасия или ведрусы, у которых, в отличие от вышеперечисленных, все эти пороки отсутствуют. Спасибо. Ну вот так. Об этом Писание говорит. И у язычников такого не слышно. Что делает православное? Конечно, это натуральные язычники. Не тот иудей, который по природе, а тот, который внутренне. Так и христианин. Ничего тут христианского нет. Ну и эти-то, которые не курят, а не пьют. Ну не курит и не пьет, здоровеньким умрет, как ездит Жданов Владимир Георгиевич против пьянца-то. Я беседовал с ним. Самый настоящий оккультист. Ну толку-то сколько, если нет Христа. Ну прожил ты дольше на сто лет, чем обыкновенно. Ну фактически-то не проживешь дольше. Ну дольше на десять лет. А дальше-то что? Дашь отчет перед Богом. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ну и немножко здесь захватим. Вопрос. Вот это наш дом. И вот три собаки. Я посмотрел, вот черная собака, хорошая такая была, попала под машину. Там вот, которая желтая, нынче погибла, непонятно какая причина. И третья собака, сосед пристрелил ее. Три были, они ничьи. Я их кормил. Все погибли в течение одного года. А у кого привязаны, все целы. Вот так человек, который привязан к закону. Беззаконник, он погибает. Вот доказательство. Все собаки хорошие были. И все погибли. Они ничьи, незащищены, защиты нету. Это я как раз посмотрел сегодня. Так и люди вокруг. А мне вопрос задают. Вопрос 3682. Чем можно объяснить, что один человек увлекается одним, а другой другим? Разведением птиц, зверей или цветов? Я отвечаю. Это взято из моих книг открытым оком. Такой-то том. Надо посмотреть по вопросу. Дальше. Ответ. Если это увлечение не переходит в разумную грань, и человек может принуждеть с этим расстаться, то дославит Господа за данные чувства. Подобно было у многих святых. То лев, то медведь приходили, то птицы к ним прилетали. И люди находили утешение быть с ними. Когда мне было не полных пять лет, тогда мы жили на конзаводе. 140 поселок Карповский. Кеменцевского района Алтайского края. За лошадями ходили в войну. В основном женщины. Так вот завод. Лошадей поставляли в Красную армию. Очень хорошо запомнилась весна примерно 1944 года. Это мне было уже пять лет. Я уже большой был. Соседка, тетка Татьяна Саврулина с певучей гнусовым голосом вела меня за руку по коридору конюшня. Все было очень чисто. В окна светило солнце. Все запомнилось. Лошади были разные в стойлах, по одной встайке. Но вдруг я увидел на брусье стены с восточной стороны на гнезде Голубку и встал как прикованный. Тетка тянет меня за руку, а я не могу отвести глаз от смотрящей на меня птицы. Все померкало. Я перестал что-то видеть, кроме этой Голубки. Так и осталось это до сегодняшнего дня. Никто и никогда мне не говорил ничего о Голубях. И я их как будто не видел. Значит, в человеке заложено бывает Богом это чувство особого ощущения небесной красоты именно в этой твари. В доме у нас всегда были гуси, куры, скотина, летали воробьи, ласточки. Я все это видел и все казалось обычным, не волнующим. Но Голубь, сидящий спокойно, привлек внимание. Хотелось стоять и смотреть неотрывно. Теперь я рассматриваю этот тот эпизод с вершины почти 65-летней давности. Нахожу, что сей дар любви дан моим Богом. И это помогало мне, а возобновлять сию радость не искусственно. Я каждый день вожусь с голубями. У меня три голубятни. Одна в городе, в которой сейчас 55 голубей разных пород. Все перемешались между собой. И во вновь в строящейся деревне, потеряя в Киевке, две голубятни. Ну и в избе еще держу, сказать. Вот они рядом воркуют все время. После раздачи корма я протягиваю горсть гороха или семечек и самые смелые атакуют, отталкивая друг друга в мою ладонь. Счастливые минуты. Воркование, как птичий базар. У меня в саду было 123 скворечника, сделанных мною. Так что приезжали из других мест, посмотреть на скворцов. Вот так. Поздравляю Сергея Игнатова. Просчитайте просто. Стихотворение. Посмотрите, какое хорошее, большое, хорошее стихотворение. Видите, какое. Просчитайте. Вот так. Вот это Вера Кушнир написала по этой стакаде. Ну и тут что? Тут у нас собрание идет, батюшка ведет. В отче поражали детей ваших, и они не приняли вразумление пророка ваших. Вот это стихотворение мое, просчитать тоже можете. Вот оно. В седьмом году написал о блокаде. Кто-то тут пишет, Сергей. Сергей Игнатов, с праздником, святой равноапостольной и дниной. Ну понятно, поздравление идет. Юноша какой-то говорит, что он... Сергей Игнатов, посмотрел фото с палаткой на природе. Это и мой образ жизни во время отпуска летом. Ну дальше. Вот это немного. Смотри, сколько он написал. Один раз написал, другой, третий. Вообще, что-то ему понравилось у нас. Как к нам можно приехать? Нет. Поселение. Это переписка шла. Это переписка из моего мира, перенесенная сюда, чтобы показать. Как мы выезжали на Благовестие. Тут много будет показано. Вот посмотрите. Видимо, интересно это, потому что ничего нет сидят на месте. А мы проехали через всю Европу. От Владивостока до Лиссабона. От порта Находки. Наша миссия была. И вот я это тут с одним человеком переписываю, с Сергеем Игнатовым. Просчитаете. Где мы были. Вот он один пишет. Это во втором томе. Такой вопрос. Что прислуживает? Епископу Антонию. Но нас он называет Лапкинской сектой. Что ему отвечать? Ответ. О том, что мы не секта, епископ Антоний уже несколько раз заявлял в печати. Когда я потребовал у него объясниться. Приличная встреча. Хотя епископ Антоний сильно замялся. Он засмущался и даже допускал, что может быть корреспондент не так сказал. Или он сам с дороги был устал и не последил за своей речью. Но у меня сложилось впечатление, что все-таки он говорил про меня что-то смущающее. Его при встрече со мной. О том, что мы секта, это слова вашего друга, который нас не знает совсем. Пригласите его на занятия в университете. Дальше показываю, как с ним обращаться. Он сказал секта. Ну, главная секта, это московская патриархия. Везде в интернете большая секта. Секта, это там, где учения расходятся с учением господствующей церкви. То есть от православия нет. И признание института священства. У нас то и другое есть. То есть мы никак не можем относиться туда. Вот какие ответы были. Вот с сегодняшнего дня я хотел сказать. Я буду брать вот эту, во свете Библии показывать. И вот здесь какие книги открыты. И вот к истинному православию. Вот если воткнуть, вот к истинному православию. Вот тут идут темы, по этим темам. Я по порядку сейчас буду эти темы попросили озвучивать. Потому что считать трудно. А так как-то едешь дорогой, говорит, скачал. И можно слушать. И вот так мы начнем сейчас, сегодня. Берем одну тему о благовестии. У православных не принято, чтобы проповедовали. А у старообрядцев вообще намерто закрыта эта тема. Зачем это нужно? Я теперь на основании священного писания, жития святых, канонов и трудов святых отцов доказываю. Оно необходимо. И при том все должны быть благовестниками. Считай. О благовестии. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учай соблюдать все, что я повелел вам. Матфея 28 глава, 19-20 стих. Кому сказал эти слова Христос? Одним ли апостолам, а через них епископам? Или при святерам и диаконам? Или всем уверовавшим в Него? При всеобщем священстве, при благодатной освященности, которую получает каждый член церкви, таинство крещения и миропомазания, эта освященность осуществляется действием Духа Святого, который усыновляет христианина Богу Отцу, посвящает его в Сан Мирянина, члена церкви, таинственного тела Христова. Ну а дальше места Писания, считайте какие. Вот посмотрите, места Писания прочитайте, это вам легче будет. А дальше буду, какие пояснения даю. На каждый стих Библии и святых отцов ответим себе. Кому же относятся слова необходимости нести евангельское слово людям? К священству ли или ко всем христианам? И если Библия повелевает всем быть благовестниками, любя находящихся во тьме неведения, чтобы и им был явлен свет Евангелия, то кто же те, кто запрещает проповедовать царственному священству мирян, простецов? Священство духовное имеют все христиане, как учат апостол Петр и Иоанн, вопрос 108 православное исповедание. Церковь времен апостолов не знала деления, значит, клириков и мирян в нашем смысле, как не содержалось самих терминов мирянин и клирик. Теперь, прочитайте вот это место, 1 Коринфянам, тут из священного писания, пропускаю, времени у меня нету, дальше. Обмерщение церковного общества, принявшее уже в 4 веке катастрофические размеры в результате признания христианства государственными властями и массового принятия христианства людьми, которые ни по духу, ни по жизни не имели с ним ничего общего, явилось главнейшим отрицательным фактором, повлиявшим на учение о царственном священстве. Иерархическое священство не могло бы существовать без всеобщего священства, превратилось бы из служения в господство. Вот, дальше. А тут, что Господь говорит? Итак, из любящего соработничества в эгоистическое самоутверждение. Превратилось бы, если бы не было всеобщего. Теперь, вот места, места писания 1 Коринфянам, в Божьем строении, дальше. Равенство всех членов церкви перед Господом, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христов. Одинаковое. Одинаковое для всех возможностей спасение является той почвой, на которой только и может существовать церковь, как единый организм, ускрепляемый любовью его членов к Богу и друг к другу. На этой почве только и возможно существование и деятельность иерархического священства, то есть мирян, членов церкви, призванных и возведенных через рукоположение в особый духовный и общественный статус, именуемый духовным санат. Призыв следовать за ним Христос обращает к другим. Вот когда прочитаете, посмотрите, когда у нас был епископ здесь свой, он за эти три, за благовестие, и чтобы на русском языке, и там не воевать, я говорю, любите врагов, он меня отлучить, а батюшку запретить грозился. Вот этот материал. Ну найдите в нем. Дальше вот красным, жирным курсивом, это и Слово Божие. Увидите, лука, откуда взято, прочитаете, и потом дайте ответ. Как вы смотрите на это дело? Дальше. Я прихожу в ужас, видя, на что отваживаются некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимать оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные. Ефрем Сирин, 373 год. Пожалуйста, это не я говорю. А вы судите священство, это не я говорю, еще раз говорю. Кто это? Безумцы. Вот ставят таких, он ничего не знает, ничего, и теперь только нос задрал, и все. И вот посмотрите ролик, который там показан, как он не приходит там кистью, помахал, помахал, и креститься, как они крестятся, священники, посмотрите. Он даже крестное знамение сделать не может, то есть не веры. Привел толпу, какие-то бабки стоят, костылями машут. Дальше. Надо прежде самому очиститься, потом уже очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, освятиться, потом освящать. Григорий Богослов. Игнатий это говорит. Но они что, сначала, что нужно? Очистить священник. Они не очищены, живут с пороками, с такими, сказать даже страшно, произносить-то. Умудрились? Да нет. Начинаешь говорить, он писания не знает, еще он умудрился. Стать светом? Ну какой свет, когда только деньги, деньги, деньги. Я засчитывал это, если не понятно, еще могу засчитать. Вот помаленечко я как бы отвлекусь от этого и покажу. Мои слова, потому что они любят, когда я говорю, и говорят, он поносит церковь, поносит, прямо умираю. Как я поношу? Чем я его поношу? Ну давай, прочитай слух. Патриарх Алексей Второй Ридигер говорит, в скобках кавычки открыты, каких бандитов принимает церковь, настоятель превращается в диктатора? Диктаторы. Не я гуру. Ну гуру это я гуру, да, действительно, учитель. Диктаторы. Это вы диктаторы? Это кто говорит? Говорит патриарх Алексей Второй. Да вы его не слышите. Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой, табаком. Нередки случаи, как мне известно, из ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного. Вот нередки. Откуда ты взял нередки? Нередки, это ряды и нередки. Нередки. Ударение на последнее. Езжай в Францию. Там все на последнем слоге. Нередки. Ну нередки случаи. Прямо выбрает как-то слово. Табаком. То есть пишет не каждый это. Священник подстригает. Крестит когда? Не, он не крестит. Он ладошкой в окно. А теперь волосы отстригать надо. Про волосы не написано. Делают. Всегда делают. И пьяный нож, если еще глаз ребенку не выкнуло, родители уже ребенка выхватили из рук. Отец Григорий, да ты же совсем пьяный. Ну вот, бывает так. Выходит в одних трусах. Я могу называть, показывать где. Налезался на кладбище. Его перевернули, баптисты, сфотографировали. А в кармане партийный билет. И рядом с билетом его сфотографировали. И ничего нельзя сказать. И как дальше? Господь Христос предупреждает. Нет, вот здесь. От священника пахнет водка табаком. И нередки случаи, как мне известно, известному патриарху. Из ссоры между духовестом и приходскими советами из-за дележа собранного. Вот она ваша религия, это в чем-то, безбожники. Но это не Игнатий говорит-то. На патриарха говорите, ридергерщина, ридергерщина, лапковщина. Бога-то не верит. Особую секту составили лапкинощина. А там у них так называется. Никакого отношения к ним не имеют. Безбожники, неверующие, там, попы, собралось. Все это, как называют, кодло патриархийное. Зачем это нужно? Пост великий, принесите покаяние в этом. Господь Христос предупреждает. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли. Патриарх Алексий II, официальная кроника Московской патриархии, номер 2, 1993 год. 18 номер, номер 1-й, 34-й, 34-й, 38. Видите как? Если бы мы что-то сказали свое, тут, говорится, можно было захватить. А тут ничего нет. Дальше. Григорий Богослов, сравнение... С атеистами, сектантами, еретиками, православные служители треп являются самыми ревностными гонителями всех проповедующих истину. Учитель, если мирской человек будет искусен, жив в условии учения, и нравом чист, таковой доучит, ибо написано, «Все научены будут Богом», правило 15-го апостола Павла. Кормчая с оригинала патриарха Иосифа Лиза 26-й на обороте. Это я оттуда работаю. А сейчас печатают это и по другим номерам, и как-то все это не так. Есть удивительное священодействие, слово, которому призваны все христиане. Ну дальше прочитайте, где вот, римлянам. Все призваны. Вот оно, прочитаете, где это доказательство. Когда и нищие благоествуют. И опять Господь вот сказал, прочитайте слово Божие, померьте еще. Вооружая уверовавших во Христа, как воинов царя-победителя, вселенский апостол настаивает, чтобы все до единого, кто принял святое крещение, кто родился от воды и духа, шли на проповедь вселенскую по мере сил своих, обувши ноги в готовность благовествовать. А у меня нет такой харизмы проповедовать. А харизма есть дышать. Вот эта харизма такая же, как дышать. Моргать ресницами, даже слепой тот моргает. Так и это. В первоапостольской церкви настоящими отцами были только те, кто так звался не по одежде, сану, чину, но по истинному рождению чад проповедью. Проповедью. Кто родился благовесованием, Павел, говорит, родился. И поэтому название отец Владимир, отец Игорь, это только название. На самом деле он не отец, он никого не родил. Вот, когда люди будут обращаться, тогда отец будешь. И только таковые жили от трудов прихожан. Вот Господь повелел жить от благовествования. И поэтому, если не благовествует священник, его кормить не надо. Согласно этого слова. Он не достоин. Он должен просто милостыню просить. Кто будет учить, пришедший вас всему этому, примите его. Лжепророк же есть всякий пророк, учащий истине. Если он не делает того, чему учит, обличайте друг друга не во гневе. Дидахи, глава 11-13. Да, вот так. Дидахи, дидахи. А ты представляешь, что в дидахе-то говорится-то. Если согласно дидахе, одни лжепророки. Ну, почти все лжепророки, которые в рясах ходят. Дух Святой повелевает всем распространять весть о воскресшем. Ну, и теперь посмотрите, сколько мест я привожу в Писание. Это труд мой. Я 40 лет готовил его. Вот посмотрите, сколько мест Писания. Это все из Святой Библии. Вот где ответ искать надо. Дальше. На просьбу запретить пророчествовать, непосвященный Моисей воскликнул. О, если бы все в народе Господни были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них? Числа 11, 29, 38. Итак. Перед всем Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами и запретили ему, потому что не ходят за нами. За нами, за нами, за нами. То есть не с нами, а за нами. Вот из чего добиваются священники. А Марк, как говорит, подобной... Подобной страстью страдали на первых порах и апостолы, пока Дух Святой не переродил их сердца. И они оставались на самом трудном участке борьбы в Иерусалиме. А миряне, рассеившиеся от гонения, ходили и благовествовали слово деяния, 8 глава 4 стих. А враги накрепко запрещали это. Пожалуйста, они запрещали. Это враги, которые запрещают. А ты мирянин, дальше. Когда Святой Севастьян, 18 декабря, страница 481, проповедовал, то некоторые видели семь ангелов, облекавших его в светлую одежду. А жена Некострата Зоя, освободившись от болезни немоты, проговорила. Я видела, сошедшего к тебе с неба ангела, державшего перед тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобой. Как восходящая заря сгоняет тьму и дает свет нам, так свет слов твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления. Имея эту харизму, священное действие, слова святая Ирина 5 мая обратила ко Христу 150 тысяч язычников. Вот это да, женщина. О подобном читаем в житиях Самарянки Фатины, Марии Магдалины, Нины Просветительницы Грузии, Хрисанфа, 19 марта, Ионы Нового, 5 января, ноября. Итак, всякого, кто исповедует... Прочитайте место Писания, и всякий язык исповедует Христа, пришедшего плоти, уверовав в Него, как своего Спасителя и Искупителя от ада и смерти, и только враги Креста Христова взлобятся на всеобщую проповедь. А дальше посмотрите, сколько нужно прочитать мест Писания, подтвердить именно так. Сами не входят в рай и желающим услышать слово на учение истинного препятствуют, забывая, что молча не предается Бог, Григорий Богослов. Святая Екатерина, Феврония, скольким открыли глаза над свет. Каждый день на дому и в храме обещаем Богу, что не будем молчать от любви, которую узнали. Слово 50. Научу беззаконных путям твоим и нечестиве тебе, братеца. И дальше говорится, что Писание говорит. Вот как змеи просто. Кого же научили? Кого же научили и куда послал Господь, слушающих Евангелие? Вот дальше объясняем. Три отрока в печи воспевали от чудной милости Создателя, а пленная девочка при пороке Елисеи проповедовала веру истинную грозному захватчику. Воистину для Слова Божия нет уз, но оно не связывается. Вот она обратилась, и Нейман пришел и исцелился. Красноречивый Аполлос, зная только начатки учения, не будучи еще и христианином, своей апологетикой проповедью принес помощь делу Божию. Ни у кого тогда и мысли не было запретить ему проповедовать о Христе, но лишь помогли ему на дому уже не у священников во всем разобраться. И апостол Павел ставит его в один ряд с собой, не говоря, что кто ты такой. Христианин, проститься, кого хочешь учить? И вот дальше какие места, деяния прочитаете? Подальше. Познавший истину, заделится с другими щедро. Кирилл Иерусалимский. Еще раз говорит. Горе запрещающее благовествовать истину. Лука 1, 52. Господь говорит. Горевым законникам, чтобы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Лука 11, 52 стих. Не могу молчать о том, что слышал преподобный Максим Исповедник. Пожалуйста, Мериненко. Первые христиане были настолько ревностны, настолько реально ощущали в зыбкости этой временной земной жизни, так реально воспринимали будущее Царство Небесное, как сегодняшнее, как наивысшую реальность его, что они искали, кому бы еще сказать о славной победе Христа, что слово их как пожар охватило землю, язык их был как трость караписца, в слове 44-2. Побеждали, делая безгласными философов гибнущего язычества. Ну а дальше местописание, которое подтверждает. Просчитайте. Всеми судим был безбожный мир, а ныне слово, архиереев и священников, неприправленное солью, облечения и бессылок на Библию, потеряло силу. И вот какие местописания. Я говорю и подтверждаю. Не от того ли все постигшее нас не отходит в прошлое, что это за грех пастырей, не верующих в это. Дальше. За грех хорестолюбия Господь наказывает. Пример. Пример. Вечернее богослужение. Службу ведет один священник. Выход с Евангелия. Откуда-то из подпола, из отверстия, выходит уже толпа служителей. Алтая. Да, в нижний этаж, они оттуда вылазят, в Барнауле. Как у Данила, 14 глава, 19 стих. Несколько минут массовка кончилась. Закрыли за собой царские врата. И буквально через несколько мгновений снова в алтаре только один служащий. А вот все поспешно выскользнули по таянным ходам. Молись, народ. Ходатай твои каждый устремился на свою дорогу. Каждый на своей колеснице. Выходит, все. Выходит без рукавочки. Готово, одела матушку под руку. Она на хору ее прямо оттуда. И все, пошли. Цинизм и бесстыдство. Только архиерейское служение томит их до конца службы. Мученики невольные. Да возможно ли такое в любой секте устаробряться у масонов, у коммунистов? О, времена у нравы. А после этого восклицают. Отчего же эта вера в народе падает? Крадут в проповеди слова друг у друга. По бумажке. И это в лучшем случае. А иначе такой терной плетень. 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 Плетет, что только и скажешь. Не веди на свое искушение. Ну вот такое дело. Петр Первый запретил читать по бумажке. Дабы дурь каждого была видна. С какой целью? Чтобы дурь была видна, ты начнешь плетить. А что будешь? Почему Жириновский говорит без бумажки? Вот вам пример. Жириновский. Учитесь у него. Вот который Еремеев, что об этом просчитаете. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Не на таких ли ревнителей, в кавычках, затолкнулся Иоанн Златоуст только в одной инспекционной своей командировке за Босфор, что пришлось немедленно снять до 400 священников и 6 епископов, как сообщают свидетели тех пертурбаций. И пока свет Евангелия скрыт, жируют диабеты, поют в хорах безбожники. Все считают православной свою душу. Златоуст говорит ко своим прихожанам. Я ничего не успею сделать один, если вы слово слышанное не понесете каждый к тому, с кем общается. Жена к служанкам, воин к подчиненным. Дебилы, рыхлые батюшки упрекали святого Яна Злоконштадского за борзых рысаков, на которых он стремительно объезжал своих прихожан. А вопрошающим в рясах отвечал. И за вас, окаянок, спешу делать то, что вы не успели. Доделать. Доделать. Дмитрий Ростовский, 21 сентября, описывает вопиющую безграмотность священников. И сколько он не вопрошал, где же не хранится причастие, так и не мог добиться, пока кто-то не сказал. Да про запас спрашивают. И на местном жаргоне дознался, где дарохранительница. Смотря на таких учителей, иногда и красноречивых, говорят, хотя бы никогда он не сходил с кафедры. А когда сойдет, то, зная его беспутные дела, вздыхает. О, если бы никогда он не восходил на кафедру. Поистине, руки, руки Исава, дело. А голос, голос Иакова проповеди. Дела, дела, дела. Дальше, бытие. Откуда оправдаешься притча Соломона? Здесь. Если бы горение духа святого Вениамина 13 октября коснулось нас, когда мучители предложили ему свободу в обмен на молчание не проповедовать, что с охотой или с горечью он упринял митрополит Сергий. Строгородский Патриарх. Ответил, невозможность свет переменить во тьму. Вот и весь скат. И достает место подробно изобразить запрет Максиму Исповеднику, Григорию Паломе и Анну Дамаскину. Вот так. Сама преблагословенная Преснодева Мария вмешалась в этот запрет и запретила запечатывать источник целительной проповеди. Дальше места Писания прочитаете. Вот я задержу и вы прочитаете. Обязательно их считать надо. Просто времени нет, я продергиваю вперед. Вот посмотрите. Места Писания. Господь Вседержитель спрашивает каждого из уверовавших, наделенного даром знания Писания и к святой жизнью. Кого мне послать в этот грешный мир, чтобы возвестить о скором пришествии Христа, и что будет перед тем Исаии 6,8. Дальше Писание говорит, третий ездок, прочитай. Соберутся к нему и окружать его, прольют в свезду и ярость на него, и поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать его. И если воистину Дух Святой дан миропомазание, то скажешь с пророком Иеремией. Дальше прочитаете, вот как. Места Писания. Свидетели Иисуса, те, кто уверовал в Него, они понесут и ныне слово о воскресшем и грядущем Мессии. Вот места Писания, посмотрите, как это можно представить. В День Пятидесятницы все они единодушно были вместе, народ и апостол, день 1,16, человек 120, и огненные языки почили на каждом из них. Вот так. Ничего не считаешь-то. Господи Божий, который исчел рабов Твоих достойным прощения грехов через баню поки бытия, делай их достойными преисполняться Твоим Духом Святым и пошли им Твою благодать, чтобы они могли Тебе служить согласно Твоей воле. Так считали над уверовавшими и крестящимися во имя Святой Троицы и Полит Римские. Хорошо. Запрет мирянам на проповедь обескровил Церковь. Ссылается на 6-й Вселенский Собор, правило 64-е. Не подобает мирянину перед народом произносить слово или учить, и таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать их от приявшим благодать учительского слова и от них получаться божественному. Если кто усмотрен, будет нарушающим настоящее правило на 40 дней, то будет отлучено от общения церковного. Толкование патриархов... Видишь такое правило? Будешь в церкви говорить, тебя отлучат. Правило. Ну и правило-то само о чем говорит? Толкование патриархов Альцамона в XII век, Зонары, Аристина, хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения церковным собранием. Собрание внутри церкви. Присутствие епископа. Присутствие епископа. Вот о чем речь-то идет. Только в III веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископам и отстрадить от него учителей там, где они еще удержались. То есть даже пресетерам нельзя было свидетельствовать, только мог там по бумажке епископ просчитать. Из этой эпохи известен конфликт между Оригеном и его епископом Дмитрием Александрийским. Проповедь Оригена в церкви на попросьбе двух палестинских епископов, Александра Иерусалимского и фекстиста Кесарийского, вызвало энергичный протест со стороны Дмитрия. В своем письме к Дмитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена, а также и свою просьбу к нему о проповеди в церкви. Вот я тоже чтец, меня рукоположил епископ только для той цели, чтобы я в храме мог при епископе проповедовать. Но так и было дальше. А до этого не был рукоположен, я никогда в храме не проповедовал. Ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, да и теперь необычай, чтобы в присутствии епископов проповедовали. Не понимаю, как можешь ты так говорить неправду. Это они пишут тому, кто запрещал. Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу. Не раз высказывалось, что этот случай из жизни Оригена свидетельствует о том, что учительство было доступно простым верным в Древней Церкви. Дмитрий нисколько не запрещал учительство Оригену в школе его, но с точки зрения Дмитрия учительство в церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповеди в церкви, но только епископы. Заметь, из настоящего правила говорит Вальсамон, что право учить народ дано одним епископам. И, наконец, довели до естественной точки этот вопрос. Кто же все-таки должен учить народ, кого посылать погибшим овцам Израиля и мира? Оказывается, никого не надо посылать. А кому суждено? А кому суждено? Кому народу, где написано спасти из того, Бог и без наших человеческих усилий найдет. Был бы человек, а статья в уголовном кодексе найдется. И так как в Библии сказано обо всем, и всякого жито-пшеничка-лопата найдется, то, наконец, отлилось это в правило. Кому можно, не нужно благовестовать. Оказалось, что никому сами найдут. И река повернулась спять. В вырви из сознания людей Евангелия, и на месте его и будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь, профессор Марцинковский. Сердце, разум, поиск, делать выбор, встреча лично со Христом, все это стало туманной историей. А путь спасения повернул совершенно по иному руслу. Не проповедники, рассеившись, ходили и благовествовали. А желающие задолго, за тысячи лет до пришествия Антихриста, пошли. От моря до моря, и скитаются от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его Аммос 8.12. Гора пошла к Магомеду Мухаммаду. И это понравилось, и закрепилось, и вся Русь представляла странное зрелище. С котомками, с мешками шли по всему миру, ища святости в людях. И как следствие, потребовалось святые места, хотя все им нужно было это, но не как подмена, но имея видимые святыни, и того не оставлять. Матфея 23.23. И потребовалось каждому колизею по ночам завозить специально раздробленных камешков до четырех грузовиков в ночь, чтобы днем паломники разобрали эти святыни и развеяли зли по всему миру. Кто-то гонит и гонит новые толпы паломников, жаждущих насытить пять органов чувств. Толпы паломников. Ну толпы, не толпы. Толпы. Развозить стали не только горы камней, реки воды, из тех рек палестинских, афонских, но дробить, расчленять тела святых. Жития святых говорят совершенно об обратном. Нашли мощи и оторванные части тела приложили к ним. Они разносили 16 июля и Улия. И не разрешали брать от их тел даже волосок. Вот доказательства о мощах. 1 сентября Семен Столпник, когда патриарх подкусился на этот, рука-то сейчас отсохла. За волосинку хотел взять на память. Вот где, прочитайте. Это место Никита. Взяли палец и отсохла рука. Кто брал, отсох. Чего не отсыхает-то сегодня? Ильстрате дал наказ, а тело не брать ничего. Марко Финский, Феврония. То есть кто запрещал? Кто хотел взять часть ее тела, разбросанного палачами, раздавался гром, землетрясение, руки отсыхали. Смерть. Какого числа, какое жития? Дмитрий Солунский. В одном месте почитается святое, чьи мощи тело истлело, в другом не тление почитает. Уверовал, ушел в пустыню, народ ищет его. Он снова уходит еще дальше. И туда идут толпы, берут землю, кору, воду, кости. Стали брать землю с могилы, мазаться, разводить, пить ее. Вот где написано, житие. Молния Уриан, Филадельский, Леонарх, Ростовский, Серафим. Самоубийство, бросился с высоты, утопился. Само сожжение стало восхваляться как подвиг. 3 октября Зиновия, 31 января Трифон, 8 октября Пелагия, 12 августа Фотий, 22 марта Дросида. Вот прославляет Дросида. Царская дочь, что пошла в реку, сама себя покрестила, достала причастие, проглотила. Когда царь написал доминую печь, сделал и говорит, христиане, избавьте нас от труда, разыскивать вас. Вот печь все время горит, приходите и бросайтесь. И христиане стали приходить и прыгать в печь. Вот это ее житие. И самоубийство все святое, 22 марта. Прочитайте. Человеческую кровь стали разводить с полотенца и пить. То есть промахали, когда он живой был, а потом стали пить. Афанасий Афонский. Когда кровь животной запрещена, 15 глава Деяния Апостолов. Ну что это, нормально? Но это наша православная. Дальше еще стали делать. Частицу причастия стали класть на грудь мертвого. 14 марта Венедикт. Что-то есть тут евангельское? Все эти награды, мидры, клобуки или клобуки, колокола, шлип, архиерейские, палец и ордена. Все это есть страшная дань бездуховности. Жалкая попытка прикрыть ту зияющую бездну, когда живое слово проповеди ушло из жизни. Но даже сказать слух об этом боязно. Сочтут за сказанное, за ересь и могут отлучить от церкви и предать духовной инквизиции. И отцы собора, запрещая в храмах проповедовать непосвященным в сан, чувствовали, что это дело опасное. Поэтому наказание дали 40 дней. За сотрудничество с врагами церкви, помощь им, Григорий Чудотворец, не кисарийский, правила отлучают на 30 лет. А за попытку одного архиерея отнять у другого епархию пожизненное. 40 дней это просто отрастка. Вместо того положения Аполлоса, которые имели служители слова, пользоваться всеми преимуществами рождающего. Когда читаешь отчет Игнатия Брянчанинова о его поездке по монастырям, а их было в России перед революцией до 1275, и вот мерзость запустения на святом месте и одно лицемерство, куда понабились тунеядцы. И об этом он говорит. Это самое лицемерие было. Он говорит, монашество кончилось, почему это Игнатия не берете? Остались одни актеры-то тогда. Это почти современник Пушкина. В одно время жил. А актер ничего не сделает. И дальше... И монахини, эти черные галки, ни молиться, ни жить не умеют. И вот там речи богомерзкие. Где это написано? Стоглавый... Собор. Глава 52. Идут монастыри ради покоя. Глава 44. У безбожника только его нет. 53 глава. В храмах разговоры, в шапках дерутся попы. Воры. 51 глава. На престолах волшебство, мерзость. 53 глава. Попы пьяные бьются между собой до крови. 29 и 34 глава. Попы бьются до крови. Я выдержку прямо беру в кавычки. Это собор решает. Дальше уже невозможно жить. И в этом председательствующем был молодой 15-летний Иван Грозный. В церкви шепотки невести. Невести. А невести думаешь, что это? Шапок татарских не носить. Поганские обычаи у каждой страны. А у нас свои. Боротный стричь и усов не постригать. 40 глава. Да. Сорочку родившегося держали на престоле. Представь. Родиться в оболочке. Я тут засушиваю, на престол вложили. Плаценту или что это? Да. 41 глава. Деньги за крещение и за иные таинства не брать. То есть брали. Иначе откуда правило-то было? Богатым льготы в монастыре. Сорты кваса. Три сорта кваса. А, три сорта кваса. И даже семь сортов. Вот какой монастырь пошел. Семь сортов кваса. Не худо. И новые. Слава Иисусу Христу. Дальше. И новые церкви не строят чеславия ради. Вот они, ради чего сегодня. 200 храмов. Стоглавый собор. В 1551 год. Что же сталось с верой на Руси? Нероны, Трояны, Деки, Деклетианы, Юлианы и Ульяновы не сделали того поругания, обмерщения в церкви, что сделали мы, сами отвернув живое слово, вырвав его из сознания людей, куда попытались проповедь ограничить только храмом и только через епископов и пресвитеров. Удар в 1917 году нанесли, потому что считалось святым. И оказалось, что никакой святой Руси и не было, а была полуэзидическая страна, где Евангелие не проповедовалось как должно. И даже никак во многих местах. А места свято пусто не бывает. И с такой же ревностью тот же русский мужик, ни еврей, ни масон, полез крушить купола, сжечь иконы. Процессы духовного разложения и перерождения в русском именно народе, как и ни в каком другом, зашли слишком глубоко. Так глубоко, что стали необратимы. И всю патриархию в целом следует признать еретическим сообществом. А масса ее, пустых прихожан, а это миллионы людей, обманутым в конец одураченным стадом словесных овец, ведомых патриархии прямо в погибель. В тот вечный огонь, которому каждый раз 9 мая кодят и кланяется и патриарх, и многие иные деятели патриархии. Патриархи Лев Лебедев. Нет богопознания. Нет богопознания, вы прочитаете места эти, где написано. Вот оно где. И дальше. А бесстеление, Слово Божие. Нет ни тридцатикратного урожая и никакого, а есть только терния и волчцы. 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 Посмотри где. Я сказал, ударение делать на последнее, но не всегда. Мне это напоминает, теперь уже начало прямо, ну как-то не так делается. Один врал, ну прибавлял все. А другой, потом ему сказали, говорит, ну прямо видно, что ты говоришь неправильно. Говорит, ну ты мне когда будем беседовать, на ногу нажми. Он говорит, а мы дома строили длиной километр, а то там и на ногу. И шириной один метр. Я тебе тоже буду давить и вот так. Вникай в себя в учение. Об этом учении? Об истине православия ничего не знают ни пастыри, ни прихожане. Прочитайте так. В времена же Григория Богослова любая кухарка, покупая что-то у Арианина, забывала о детях своих. И то, что торгуют, но часами могла доказывать истинность учения о пресвятой, нераздельной и единосущной Троице. Тогда все места сел и городов превратились в училище и место диспутов. А ты иди благовествуй, Лука 9,60, несмотря на запреты власти мирских и духовных. Считаю. Заключаю, что через поколение, много через два, и всякнет наше православие, если не изменять у нас образы воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабить истинное христианство, а наконец и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все переполнит дух мира. Два поколения. А разве два поколения прошло с этого времени-то? Не два, если по 25 лет даже брать поколение. Я делаю вывод. Или он был лжепророк, или говорил не о том, что мы видим. Это не православие совсем. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня полишил Царства Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилуй их, ибо они учат учением человеческим, и языком чтут меня, а сердце их далеко отстает от меня. Это настольная книга священнослужителей, выпущенная при Патерархе Пиме. Это капитальный такой, то много, 8 томов, даже больше их теперь. Третий том, 601 страница. Сказано, что врата Адова не одолеют Церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится Церковь. Россия может окончательно потерять ее. Вот весь свет. И писька по Фанасии. На престоле большая звезда, и Евангелие со звездой, и свечи горят смоленные. Трещат, как дрова. И чаша стоит, а из чаши сильное зловоние идет. И оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают. Страшно смотреть на все это. Перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе. И по ризе ползают зеленые жабы и пауки. И лицо у него страшное. И черное, как уголь, глаза красные. Изо рта у него дым идет, и пальцы черные. В этой церкви нельзя принимать миропомазание. Видение Иоанна Кронштадтского. Видите, как все это видели, все это от народа скрывают сегодня. А почему? Ну, как у Войновича Владимир пишет, говорит, и священник звездоний. Он, говорит, не крестился, а звездился. Пятый отдел КГБ. А в последнее время мир будет опоясан железом и бумагой нектарии. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет. Благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лжебратьев. Вот так кто гонит. Лицемерный христиан, количество христиан, хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, одними внешними обрядами. Тогда литургия творится, будет скачь по большой дороге. Нил миротащивый Афон. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы, и чины церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истины. Феофан Затворник. Вот истина, что не вера, а отступление истины. Истина останется в одном показать. Отступите. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и Достоинства Богородицы. А незаметно станет искать переданное святыми отцами от Духа Святого Учения Церкви. И самый дух его, уставы и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Вот и все. Остальные не будут видеть, ходить, будут кланяться, причащаться, а уже ничего нету давно. Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слух, и благочестие будет в пренебрежении. Анатолий Октябрьский младший. Нападает на патриарха Кирилла, сейчас с папой встретился. Ой, в католичество у тебя, да все католическое уже. Крещение-то католическое, нет его православного. Все абсолютно, посты понарушили. Католицизм-то уже захватил на 90 с лишним процентов. Привозялись к патриарху, а он ничего нового-то не сказал. Приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать, не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. А ходить в те храмы нельзя. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста, Лавритий Черниговский. Священство последних веков будет в здравственном падении через две страсти – тщеславие и чревоугодие. Нифон Цареградский. 99 священников Иса объявят себя за Антихриста. Владимир Соловьев. Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нрава весьма много зависит от холодности к своим паствам, иерархам, и вообще священства. Иоанн Кронштадтский. Вот от кого это зависит-то. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности, Нектарь и Оптинский. Не всякое собрание епископов есть в собор, а только собрание епископов, стоящих в истине. Федор студит. Скоро в храмы нельзя будет ходить. Все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь. Но мы не должны будем ходить туда. Ни в коем случае. Кукша, видим, Одесский. Только знаного крещеная Русь может стать православным царством. Архимандритов. А его нету крещения. Это обман. Надо креститься. Правильно. Троекратное полное погружение. А это не крещение. Это не перекрещение. Крещения нет. Это обман. Жуткий обман идет в церкви. Архимандрит Константин Зайцев. С помощью церковных властей проповеди. Приводить будут членов церкви принять антихристов. О как. И кто не послушается антихристовых приказов, будут подвергнуты нескончаемым мучениям. Харлампий. Вот как церковники будут заводить к антихристу. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судьи и пророков, так и в церкви своей моменты чрезвычайные. Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности. Как бы пророков, сильных духом и верой. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится в служебных рамках. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревностью о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Старгородский. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать, игумен Никон. Обычно проповедь Самвона в храме, как правило, принадлежит совершителю таинства и может быть им лишь передоверена другому лицу, также принадлежащего Клиру. Но ко всему народу, а не к одной только иерархии, обращены слова Господа. Идите по всему миру, научите проповедовать Евангелие всей твари. Проповедование Евангелия считалось делом всякого верующего, который призывался самим Господом исповедовать его перед людьми. Ну и дальше прочитайте эти места и дальше. И притом не только мужчинами, но и женщинами. Фекла Ольга. Фекла, дальше. Фекла. Проповедь христианства совершалась верующими независимо от того, являлись ли они носителями церковного сана или нет. Этот факт проходит решительно через все века до наших дней. Миссия проповеди христианства не только не связана с иерархическими преимуществами, но составляет долг и достояние каждого христианина, который говорит себе, верую и исповедую, а тем самым и проповедует. Миряне, впрочем, этого термина в слове Божьем вовсе нет, но оно называет христиан. Верующие, верные ученики, братья, принимают участие в их учительстве, так что существует особый дар учительства. А дальше прочитайте вот эти места Писания, где об этом говорится. Что говорит Святая Библия? Миряне учили не только в частных, но в церковных собраниях. И дальше прочитайте вот где. Что нам говорит Святая Библия? У мирян не отнимается право вне богослужебного проповедания. В церкви нет места нематье, безгластью и слепому послушанию. Вот места прочитайте. Апостоличность, присущая всем верным, это общецерковное наследство. Местописание. Предписание учить людей к исполнению заповедей преподано множеству народа, а отнюдь не только двенадцати. Спасителю, несомненно, предавал этому посланничеству общецерковный масштаб, ибо ему известно было, что проповедь всем народам, живущим по всему лицу земли, была осуществима только объединенными усилиями всех его учеников и тем, кто узрит его очами веры. Нужно на исповеди проверять людей. А вы считали Библию? Не считали? Отложить пока покаяние и причащение. И дальше спрашивать, ходил ли проповедовал свидетельств, как свидетели Иеговы сейчас идут. А если нет, нарушитель, явно нарушитель, будешь выброшен в огонь вечный, как закопавший таланта. Не исповедовать, это символ веры надо внести. И тогда его православие начало подниматься. А сейчас ничего нету. Пришел, проглотил, пошел. Эта деятельность осуществляется не только и не столько священством, сколько мирянами. Миссионерская деятельность мирян имеет громадное значение и нередко оказывается более действенной, чем проповедь Самвона. Тем более у мирян не может быть отнято право благовествования и научного исследования вопросов христианства и учительства. Свобода такого рода деятельности мирян может быть введена в известные границы, охраняемые иерархией. Однако она не может и не должна быть отнята. Первая фессалоникийца. Где это написано? Настольная книга священнослужителя. Том 8, страница 50. Москва. Такой-то год. 18-й год. Автору этой подборки за 40 лет миссионерской и проповеднической деятельности в миру, как мирянину, пришлось потерпеть почти бесчисленное число задержаний органами власти по вызову церковнослужителей, предававших его из списки тех, кто ходил на библейские курсы. Сергеанские священники давали на него показания на суде самые лживые и намного хуже своих хозяев-коммунистов. Узнав о его деятельности, митрополит Виталий РПЦЗ Таща же прислал благословенную грамоту на его труды. Кавычка открыта. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божие благословения на всестороннюю миссионерскую деятельность. Проповеди Слова Божия, защиты и укрепления веры в Российской Православной Церкви Кирео-Пасха 1991 год, 7 апреля по новому стилю. Я даже могу коснуться сейчас документы, показать, где-то здесь документы, вот здесь вот. И тут Виталий Митрополит, посмотри, где слово. Вот Виталий Игнатий. Вот Виталий Игнатий, посмотрите. Вот он прислал какую грамоту. Кирео-Пасха, это означает Пасха, попадает на 7 апреля. Вот она. Его можно больше сделать? Колесико вперед, попробуйте. Ох. Нет. Ну еще ты научил меня, куда я пришел. Ну ищите, где оно, а назад. Ты научил меня неправильно. Зачем ты это сделал? Совсем не, где-то колесиком вперед. Дальше, смотри. Снова опять время задерживаем. Вот надо нажать, наверное, на какой-то колесик. Вот она. Нажать сначала на контур. Вот она, считайте, смотрите. На контур нажать и колесиком крутить. Все. Вот теперь мы идем, досчитаем его на эту тему. Дальше. Когда же ему пришлось побывать в Джорданвильском монастыре в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе и других городах, везде просили выступить перед народом. Сами же иерархи там... Сами же иерархи. Сами. Ну какое-то слово сами. Сами же иерархи там присутствовали всегда. И архиерей поехал на беседу с баптистами. Свидетельство может быть и через внешний вид человека. Для мужчин непорченная борода. Для женщин длинные волосы, отсутствие косметики, украшений, длинное платье. Открытое совершение крестного знамения при еде и питье, при езде в транспорте и других случаях. При еде над чашкой не склоняться. Ибо Василий Великий говорил, всякое животное склоняется к пище, и только человек подносит пищу к себе. Не облокачивайся. Студись и облокачивайся на столу обмана при займе и отдаче. Правильно ведешь себя везде, видно будет, ты христианин. Душа находит своего жениха Христа при свидетельстве о нем. Песня 5 глава. Когда же раздастся глаз Христу с пеленутой проповедью и богослужением на родном русском языке в России? Ей, гради Господи Иисусе, литургия греческая, переводится как общее дело, кораблестроение, постройка всеми без исключения членами церкви. Общее по мере сил. Но неверующие наемники с жопастыри хотят дело проповеди сделать только их личным делом. Коза Ностра наше дело, то есть говорить, что им заблагорассудится, не сравнивая с Библией Кирилл и Иерусалимский. Иероним Стридонский таковых пастырь называет антихристами, а молчащих Василий Великий называет идолами. Иконы, крестик, религиозные картины, музыка, песни духовные. Все это благовестие по мере сил. Распространить истину в книгах, по радио, телевидению. И это дар свидетельства о Христе. Книга Ноша Евангелий в романе Беса Достоевского. Зовет к подражанию. Яков Полонский повествует о слепом проповеднике с мальчиком-поводырем, который однажды решил отлучиться по своим делам. А миссионеру сказал. С вершин увидали тебе пастухи. Какие-то старцы стоят на дороге. Вот жены с детьми. Говорим о Боге, о сыне распятом за наши грехи. И старца лесо просеяло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой. Из уст его бледных, живой волной, высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу славе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Но вот догорела заря золотая, и месяца бледный луч в горы проник. В ущелье повеяла сырость ночная. Зовет его мальчик, смеясь и толкая. И вот, проповедуя, слышит. Старик, довольна, пойдем, никого уже нет. Замолк грудь, ксмостарец, главой паникая. Но только замолк он, от края до края. Аминь! Ему грянули камни в ответ. В годы сталинского режима верных служителей Бога слали на перековку в морозилке севера. Настанет день, и скажет Бог всесильный. Довольно? Север пленников отдай. Пришла весна, посев настал обильный. Моих сынов на труд выпровождай. Подут оковы, цепи разорвутся, Христовые войны свободу обретут. Великой силой духа облекутся, И слово истины в народы понесут. Всегда говорит только о том, что сам пережил. Хорошо, понял. Епиктет и Астион повторяли только. Я христианин. Иные повторяют. Христос царствует. Христос умер за нас и воскрес. 1 Крифона, 15 глава. С Амарианкой достаточно было одной беседы, чтобы привести к источнику воды живой город Сихарь. Разбойник же сказал лишь, Господи, помяни. И это было достаточно, чтобы и его Господь исповедовал в небесах. Чтобы двинуть мир, двинься сам сначала. В пульсу проповеди все. И рождение, и смерть, и мир, и война, и здравие, и болезнь. Только говори по описанию, как его истолковали святые отцы Вселенской Церкви. 6 правило, 19. Ну дальше прочитать вот эти места, которые говорят, подтверждение тому, что сказано. «Прочтем материал о русском языке, о дозволенности проповедовать о Христе. Кто-либо не православный и не поймет, о чем речь. И так ведь понятно все. Да, истина настолько ясная, но нас приучили жить во тьме непонятностей, невозрожденностей. Сказано же, прежде было, первые христиане причащались из деревянных чаш золотыми сердцами, а теперь из золотых чаш деревянными сердцами». Из материалов Хрященного Собора Российской Православной Церкви от 1917-1918 годов. Шестое определение АП-2. «Для большего же усиления и развития православного христианского благовестия сообразно с требованием нашего времени весьма желательно привлекать к делу способных к проповедничеству благочестивых мирян, причем может быть допускаемо и на церковной кафедре за богослужение». «Когда заговорили, когда уже революция началась». «С благословения епископа и местного священника». «С чего же начинать устроение православного прихода?» «Видите как, уже то нельзя проповедать, 40 дней отлучать, а тут уже надо, надо, уже все бесполезно было». «Прежде всего выяснить, кто действительно принадлежит Церкви Христовой». «Итак, Лука 1, предоставь мертвым прогребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Это повеление каждому христианину. «Ты посчитал погребать, а меня пришлось пригребать. И действительно, мертвецов пригребают тебе. Все сегодня. Благодарю, Никита. Спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу.